Акция «Раннее выявление и профилактика рака полости рта и глотки» проходит в Бресте не в первый раз. В стенах Брестской городской поликлиники номер 5 собрались не только местные специалисты, но и профессионалы практики из Минска. Традиционно в середине сентября проходит Европейская неделя ранней диагностики опухоли головы и шеи. И, конечно же, мы тоже участвуем, Республика Беларусь тоже участвует в проведении этой недели, целью которой является обратить внимание самого населения и повысить его грамотность на то, чтобы обратиться к врачу. Ведь сам врач сейчас будет диспансеризация, нам будет намного проще. Опухоли головы и шеи зачастую это в том числе и опухоли видимых локализаций. Это нос, это губа, это полость рта. И от этого зависит то, кого мы пригласили сегодня на конференцию, но очень большое дело именно в ранней диагностике. Все зависит от самого пациента. Если он пришел, если он сказал, если он увидел какую-то язвочку, потемнение. Поэтому, первое, обратить внимание населения на данную проблему, на то, что надо вовремя приходить к врачу. Второе, конечно, и обратить внимание, и повысить грамотность наших врачей. Если мы говорим о видимых локализациях, это, конечно, врачи-отериноларингологи, это врачи-общей практики, это врачи-терапевты. Учитывая то, что полость рта – это тоже опухоли головы и шеи, это стоматологи, это, естественно, врачи-организаторы, ночмеды, главные врачи. Свою работу медицинской коллегии началась в практической части. Доктора провели раннюю диагностику злокачественных новообразований полости рта и глотки. Мастер-класс давали специалисты Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Любой желающий в рамках акции мог прийти на прием и бесплатно проверить свое здоровье. На приеме мы осматривали пациентов с жалобами со стороны полости рта и глотки. Обращали внимание на такие симптомы, как затрудненное глотание, боли в полости рта, дискомфорт в полости рта, чувство инородного тела в горле, ком в горле, а также образование в области шеи. В процессе проведения акции при выявлении подозрения на злокачественную опухоль пациентам рекомендовалось дообследование, рекомендовали выполнить УЗИ шеи, компьютерную томографию и при необходимости биопсию подозрительных участков и консультацию онколога в Брестском онкологическом диспансере. После осмотра консультации настало время части теоретической. Областной семинар «Актуальные вопросы профилактики диагностики и лечения опухолей головы и шеи» стал местом, где лучшие врачи страны могли обменяться мнениями, интересными случаями в медицинской практике и сверить статистику. На сегодняшнем семинаре, который проходит в рамках Европейской недели ранней диагностики головы и шеи, будут обсуждаться вопросы по раннему выявлению опухолей этой локализации. В этой программе ранней диагностики участвуют различные врачи различных специальностей. Это врачи общей практики, это врачи-отолерингологи, врачи-стоматологи. И задача всех нас сообща сделать так, чтобы пациенты к нам, к онкологам, попадали не в третьей-четвертой стадии, а в первой-второй, в ранней стадии. К сожалению, заболеваемость раком головы и шеи растет во всем мире, и Беларусь в этом плане не исключение. Самая неприятная тенденция в том, что лидирующие позиции занимают опухоли так называемых визуальных локализаций, которые доступны осмотру и биопсии. Это опухоли полости рта, опухоли ротоглотки. И, к сожалению, таких пациентов в запущенных стадиях к нам приходит более 70%. Это действительно патология, которая выходит на первый план среди заболеваемости и смертности населения, особенно трудоспособного возраста. Все хирургические вмешательства, которые проводятся данным пациента в запущенных стадиях, они инвалидизируют пациента, нарушают его качество жизни, лишают его социального общения и дезорганизуют его обычную жизнь. Сегодня в статистике Брестской области злокачественное новообразование опухоли полости рта и носа, глотки и горта не встречаются все чаще. 4,7% от 4,4% за тот же период прошлого года. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать профилактический осмотр у врача и больше времени уделять своему здоровью. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.